Внимание! Программа «Естественный отбор» на телеканале ТВ-Центр не сотрудничает с рекламодателями товаров народного потребления и производится исключительно в интересах обычных потребителей. Как превратиться из нежной кокетки в яркую роковую красотку за несколько секунд? С помощью губной помады. Недаром ее называют главным оружием настоящей женщины. Но красота может потребовать от вас жертв. Прошлые проверки Росконтроля показали, что даже самые известные марки губной помады небезопасны. Они содержат свинец и токсичные элементы. Поэтому сегодня мы еще раз проверим пять популярных марок губной помады на качество и безопасность. Выявим ту, которая не сушит губы. Выберем самую стойкую и ту, в которой меньше всего свинца. А еще мы выясним, сколько килограммов помады съедает женщина за всю жизнь. И почему дешевая помада не хуже дорогой. «Естественный отбор» начинается. Здравствуйте! Ваше время, деньги, здоровье – вот далеко не последняя категория из вашей жизни. И на страже каковых мы находимся. Мы – это программа «Естественный отбор» на канале ТВ-центр. Сегодня «Естественный отбор» проходит атрибут каждой женской сумочки. Это губная помада. Вы задумывались, чем на самом деле мы красим губы? Нет? А вот мы задумались. И сегодня мы откроем вам всю правду о современной губной помаде. Адар Кушенашвили. Журналист, телеведущий, борец за правду и права покупателей. Зинаида Руденко. Пищевой технолог, специалист по качеству товаров. Сегодня наш «Естественный отбор» на выживание проходят пять марок губных помад. Это помады «Эйвон», «Мэри Кэй», «Кики», «Арифлейм», «Финел». Позвольте представить вам экспертов. Это все достойные люди. Таких людей зовут соль земли. Каждая программа, которая претендует на звание высокохудожественной и полной смысла, опирается на помощь компетентных людей. Мы зовем косметологов, дерматологов, визажистов международного класса и даже технологов косметической продукции. Я перечислил сегодняшних экспертов, каковых с удовольствием приветствую. Спасибо большое. Что до производителей, они, конечно же, не в обиду экспертам, самая главная капитальная генеральная часть нашей программы. Ну так в идеале. Когда мы их приглашаем, мы надеемся, что и они осознают свою важность в контексте такой программы, как «Естественный отбор». Увы, не все. Надеюсь, что сегодня производители губной помады из таковых, которые знают, без общения с публикой не бывает успеха у предприятия, не бывает чести, достоинства и деловой репутации. Дамы и господа, производители губной помады в студии программы «Естественный отбор» на канале ТВ-центр. Мэри Кэй, Елена Марокко, с удовольствием представляю вам. И Владимир Мигулин имеет честь представлять «Ори Флейм». Елена, если Владимир, разумеется, не возражает, потому что чувствую, заверстую этот джентльмен, такой же, как и я рядом с Зинаидой. Елена, начнем с вас. Вы приехали сюда, будучи абсолютно, я так полагаю, уверенными в качестве своей продукции? На все 100%. Не завышена ли эта цифра, Елена? Нет, не завышена. Зачем нужно ездить на подобные программы? Какую цель преследует Елена Марокко, приехав сюда? Мне хотелось бы поделиться информацией о нашей компании, информацией о нашей помаде, рассказать о том, что лично я, как сотрудник компании, с удовольствием этой продукции пользуюсь и получаю от этого удовольствие. Если вдруг ваша помада не пройдет естественный отбор, лабораторную экспертизу, вы просчитывали такую ситуацию? Нет, мы не просчитывали такую ситуацию, потому что наша помада пройдет естественный отбор. Поверьте, мой личный вы уже прошли, когда приехали сюда. Спасибо. А пользуется ли собственной продукцией Владимир, спроси у него. Регулярно, не поверите, регулярно. У нас на производстве проходят экскурсии для всех желающих. Приглашаю всех гостей в студии к нам на завод. Я эти экскурсии провожу. Спасибо. Я эти экскурсии провожу и регулярно показываю, как наносится наша помада. Мне идут темные тона. Вот Елена убеждена, что не может быть такого поворота событий. Губная помада Mary Kay лучшая на земле. Вы такой же убежденности преисполнены? Нет, ну послушайте, я бы тогда не приехал бы, если бы хоть тень сомнения была. Вот видите, Лена, он считает вашу продукцию никчемной. Я этого не говорил. Нет, не так. Я с большим уважением. Да, я знаю, знаю. Будем участвовать сообща в разговоре и будем выяснять, какая губная помада лучше. Сейчас я передам слово блистательной Зинаиде, а допреж скажу. Спасибо, Лена и Владимир, что вы с нами. Но, к сожалению, к нам не приехали изготовители трех других марок. Что им помешало? Я, конечно, теряюсь в догадках, но у нас закрадываются всякие нехорошие мысли. В любом случае, то, что вы не приехали, дорогие мои, и проигнорировали нашу программу, не помешает нам провести все этапы естественного отбора, хорошенько поковыряться в вашей помаде, разобраться, токсично, не токсично, вредна, не вредна, стоит ли ею вообще пользоваться. Так что жалейте, что не приехали, и мы начинаем наш естественный отбор. За ходом естественного отбора будет наблюдать и участвовать в разговоре наша специальная гостья. Дамы и господа, знакомьтесь с моей подругой, актрисой. Вы многие из вас видите воочию ее впервые. Алика Смехова у нас в гостях. Это короткое знакомство, программа «Естественный отбор» дарит вам такую возможность. Не называя марки, Алика, скажите, какое место по степени важности, когда вы занимаетесь своим визуальным рядом, а я вижу, вы занимаетесь очень подробно и тщательно, губная помада какую роль играет в жизни вашей? В зависимости от того, что нужно делать. Играет. Идете на свидание? Зачем? Зачем идете на свидание? Зачем иду на свидание, Атар? В помаде. А, к вам приходят в помаде. Еще нет, но, видимо, если вы говорите, придется и такое уже. Я пользуюсь помадой, когда я работаю, когда я веду, как вы, какую-то программу, или снимаюсь в сериале, в кино, делаю какую-то фотосессию, тогда, конечно, я пользуюсь помадой. В обычной бытовой жизни я стараюсь давать возможность отдыхать себе от косметики. Сегодня мы проверим, насколько качественную и безопасную помаду носим мы в своих сумочках, мои дорогие. Лабораторная экспертиза покажет, какая помада самая стойкая, от какой не сохнут губы, а в какой помаде много чего бы вы думали токсичных веществ. Дамы и господа, Александр Борисов, Росконтроль и его независимые эксперты прямо сейчас, народными они называются, должны оправдать свое звание. Народную экспертизу проводили 20 экспертов-потребителей. Это обычные женщины, которые ежедневно пользуются губной помадой. Их задача найти лучшую губную помаду с потребительской точки зрения, по запаху, стойкости и по ощущениям на губах. Здравствуйте, здравствуйте, друзья! Вокруг меня красавицы с алыми губами, давление. Значит, пришло время подвести итоги народной экспертизы и выяснить, какая губная помада понравилась нашим очаровательным дамам больше всего. Но по традиции начнем с аутсайдеров. Образец под номером 2 не получил ни одного народного голоса. Образец под номером 2 напоминает мне по запаху помаду с советских времен оставшуюся. Совершенно верно, она пахнет старым театральным гримом, с резином, стереорином, и понятно, что использовались недорогие компоненты. Она плохо стирается, колпачок очень хлипкий, может разбиться и испачкать, в общем, внутренности сумочки. Мне нравится этот образец, исчерпывающий, по вам, ответы. Итак, образец под номером 2, это губная помада Кики. Образец под номером 1, собственно, тоже в аутсайдерах, только один народный голос. Милая, ну а чем эта помада не понравилась вам? Если выбирать красную помаду, то есть мы здесь все представлены красные цвета, мне не понравилась насыщенность цвета. И наносится она не очень приятно, то есть растекается так по губам, я бы не выбрала. По-моему, мне она очень идет. И даже довольно-таки насыщенный цвет. Она пахнет каким-то цветочным запахом, мне кажется, вообще не натуральный, это совсем не помадный запах. Итак, образец под номером 1, это губная помада Финель. Образец под номером 3, который получил 5 народных голосов. Чем мне понравилась эта помада? У нее очень тонкая текстура, она наносится так, что одного слоя не хватает, то есть цвет не проявляется достаточно четко и ярко, поэтому нужно наносить ее несколько раз. Она стирается очень тяжело, то есть нужно приложить усилия для того, чтобы просто убрать эту помаду с губ. А кто проголосовал за нее? Я. Мне кажется, что в этой помаде, наоборот, масса положительных качеств, потому что пахнет она очень приятно. Цвет у нее не агрессивный красный, а такой спокойный. И тем более консистенция помады, она довольно-таки жирная, что придаст губам определенную влажность в течение дня. Ну что ж, образец под номером 3 – это губная помада Арифлейм. Так, секундочку. Владимир Мигулин у нас в студии находится. Какая из оценок вам не понравилась, какая понравилась? Мне понравились абсолютно все оценки. Все оценки абсолютно справедливые. Помада – это вообще очень субъективный продукт. Вот одна и та же девушка в разные периоды своей жизни, в период влюбленности, в период, так сказать, расставания, может одну и ту же помаду либо употреблять, либо отвергнуть, а уж что касается выбора девушек, то это вообще непредсказуемо. Владимир, я смотрю, вы тщательно готовились к нашей программе. Нет, я просто давно делаю помады. Саша, мы тут с Зинаидой заметили, что вам тоже очень идет помада. Продолжайте. Образец под номером пять получил шесть народных голосов, шесть голосов очаровательных дам. Чем понравилась эта помада? Во-первых, мне понравилась эта помада, что она очень увлажняющая, очень ровно ложится на губы. Вот это как раз для моих губ. Вообще очень изящная, очень приятно ее держать в руках. И после того, когда накрасишь, прям такое уютное ощущение, приятно. Ну, как в любимой кофточке стоишь. Вы так рассказываете, что даже я захотел ее купить. Я с этим не совсем согласна. По-моему, это слишком жирная текстура, на ней даже были капельки масла. Я также еще хочу сказать, что у нее неудобный колпачок. То есть мы с первого раза даже не сразу поняли, как он открывается. И не стала ее смывать, потому что она мне так понравилась. И текстура классная, она очень ароматная. И колпачок, несмотря на то, что тут были сказаны такие, такое мнение, что он неудобен, я сразу разобралась и эту буду покупать. Когда узнаю, когда узнаю, что это за образец, конечно. Я, в свою очередь, тоже скажу, что она очень подчеркивает вашу красоту. Спасибо. Итак, образец под номером пять. Это губная помада Мэри Кейн. Елена, насколько вот эти оценки, экспрессивные оценки, важны для вас? Да, они важны. Это обратная связь. Это наши покупатели, это наши потребители. Все высказывали свое мнение. Так и есть. Колпачок плохо открывается, но это гарантия, что сумочка ваша всегда будет чиста. Помада увлажняет губы. Увлажняющая помада, она не может быть сухой, потому она кремовая, потому она мягкая, потому, вероятно, кому-то немножко жирноватая оказалась. Но вот милые дамы, причем не одна, сказали, что они эту помаду нанесли и не захотели ее смывать. Ну, разве это не доказательство ее хорошества? Вот какие, производители, берите пример с них. Итак, нам осталось озвучить только победителя народной экспертизы. Им становится образец под номером 4, который получил 8 народных голосов. Помада просто шикарная, на мой взгляд. То есть ощущение на губах комфортное, они увлажнены достаточно, мягкие губы. Дизайн упаковки совершенно обычный, простой, классический. Цвета яркие, сочные, если можно даже так сказать, вкусные. Вот я хотела что добавить. Очень нежный, приятный аромат. И плотно закрывается крышечка, также легко открывается. Понятно, что она увлажняющая помада. Очень легко наносится шелковистая, в общем, обалденная текстура. Вот, но, в общем, недостатков в этой помаде нет. Идеальная помада для вас. Идеальная. Осталось только озвучить победителя вашей народной экспертизы. Им становится губная помада Эйвен. Давайте вот с этого момента людей, которым недорого народное мнение, упоминать, но не тратить время на сожаление. У нас много времени на разговор. Саша, начинайте разговор. Но это только первая часть наших испытаний. Союз потребителей «Росконтроль» направил пять образцов губной помады в лабораторию на экспертизу, где специалисты выяснили, какая помада увлажняет губы, а какая, наоборот, сушит их. А также установили, в какой помаде больше всего токсичного свинца, а какая просто является устойчивой. Буквально через несколько минут я оглашу вам результаты. Лабораторная экспертиза впереди. Спасибо Саше и нашим народным экспертам еще раз за проведенную экспертизу. А теперь архиважное заявление. Не давайте себе обманывать черный список производителей и брендов, которые могут навредить вашему здоровью на портале росконтроль.рф. Далее. Профессиональная экспертиза губных помад от визажиста международного класса. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я впервые в жизни завидую лысому. Ранее Союз потребителей Росконтроля отправил на экспертизу пять марок губной помады. Эйвен, Мэрикей, Кики, Арифлейн, Фэнел. Прямо сейчас профессиональная экспертиза губных помад. Ну а пока мы ждем итогов лабораторной экспертизы, предлагаю провести экспертизу профессиональную. И у нас в гостях сегодня Наталья Черкасова. Визажист международного класса, основатель русской школы визажа, президент клуба визажистов, организатор профильных чемпионатов Москвы и России. В общем, именно Наталью мы должны поблагодарить за то, что в России вообще есть визажисты. Ну что ж, Наталья. Мы столько регалий перечислили ваши. Как получают титул визажист международного класса? В ходе каких соревнований добывается такой почтенный титул? Ну, во-первых, я работаю в командах международных визажистов на больших шоу в разных странах. Раз. Во-вторых, я работала с большими именами, с такими моделями, как Линда Евангелиста, Найми Кэмпбелл, Надя Альерман. Так все мои подруги откажутся. Ну, конечно. Наталья, ну я знаю, что вы к нам пришли не одна. У вас есть два помощника? Ой, да. У меня есть два помощника. А можно девочку сначала? Можно, конечно. Конечно, сначала надо девочку. Первая помощница Натальи – это Дарья. Дарья, пожалуйста, в студию. Даша. Да. Даша, присаживайтесь. Здравствуйте, Даша. Садитесь, пожалуйста. Я хочу еще сказать, что на самом деле, когда вы сравниваете цвет на коже руки и на самой помаде, если они отличаются чуть-чуть, тоже ничего страшного. Потому что все-таки губы имеют какой-то пигмент. Губы не такого цвета, как цвет кожи. Поэтому вдруг так может случиться, да, что на губах будет тот же самый цвет, который мы хотим, который мы видим здесь. Мы сейчас будем делать вот что. Я буду красить каждым претендентом губы, а дальше у нас будет такая забавная история. Может быть, и не забавная. В начале 20 века был такой гениальный совершенно визажист, в общем, мой идеал. Для тестирования помады, которую он сам производил, он сделал такую целовальную машину. Были такие резиновые губы. Он их красил и подставлял бумажку. Дальше эти губы целовали бумажку. Он следующую подставлял, целовали, следующую целовали, следующую целовали. И чем больше поцелованных бумажек одного цвета, тем более качественная стойкая помада. У нас есть целовальная машина? Ну, у нас, к сожалению, в студии целовальной машины нет. Но я знаю, что тогда же, в начале века, производители губных помад вместо этих машин использовали на фабриках мужчин, лишенных волос. И я предлагаю одного из них вызвать сюда к нам в студию. Почему эта Зинаида не видит живую целовальную машину здесь? А ты знаешь, Атар? А во-вторых, это впервые в жизни со мной происходит такой казус. Я впервые в жизни завидую Лысову. АПЛОДИСМЕНТЫ Дамы и господа, Наталья, начинайте, пожалуйста. Номер один. Так, номер один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мне кажется, восьмого уже нет. Тестирую второй номер. Сказали бы, до программы я побрелся бы нагло. А еще говорят, у нас не вечерняя программа. Так, что, Наталья, скажете? Ну, достаточно быстро. Достаточно быстро. На губах, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, десять. Десять поцелуйчиков. Атар, не хочешь присесть? Да нет, я просто от возмущения потерял до речи. Вот сидит человек и кайфует. Посреди страны на федеральном канале. Итак, мы приступаем к тестированию номера три. Раз, два, три, четыре, пять. Наталья, надо смотреть. Нет, не Б, это... Все. Все, да? На каком? На пятом. На каком поцелуй принцессы? На пятом. Всего пять поцелуев принцессы от помады номер три. Ну, я вижу, что наша модель не очень доволен. Конечно. Все быстро закончилось. Да, да, да. Так, образец номер четыре, пожалуйста. Пока у нас лидирует... Номер два. Номер два. Пока по стойкости лидирует номер два. У нас было десять поцелуев принцессы, да. И хороший цвет был на номере один и на номере два. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А почему нас не поддерживают? Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Подождите, подождите. Осталось... Четырнадцать. Четырнадцать. И ножка еще осталась на губах. Вот это да. Четырнадцать поцелуев принцессы. А давайте перепишем этот критерий. У нас все-таки на дворе 2017 год. И один раз проверим через волосатого парня. Так, и у нас остался последний образец. Это номер пять. Так, и у нас остался последний образец. Раз, два, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Еще, еще есть. А, места нету. Места нету. Горько. Одиннадцать. Двенадцать. Стоп, стоп. Какой вывод, маэстро. Сколько поцелуев принцессы выдержала эта помада? Двенадцать? Насчитали двенадцать. Не, не говори, как двенадцать. Да, двенадцать. Итак, Наталья, мы протестировали все пять образцов. Действительно, уделили этого максимум сил, внимания, энергии. Я не знаю, вообще, мы все здесь вот просто были с вами. Да. Итак, какой образец? Вот номер четыре. Очень хорошо накладывался. Да. Очень хорошо. Дальше покрывал все губы, больше всех поцелуев выдержал и очень красивый цвет. Я объявляю вам, это фирма «Эйвен». АПЛОДИСМЕНТЫ Какие люди приходят к нам в студию, какие люди открывают нам глаза на то, как красив этот мир. Если немножечко поработать над красотой. Наталья, огромное спасибо вам. Спасибо. Огромное спасибо. Спасибо. Алика Смехова, я направляюсь к вам. Вы не против нашего Блиц-интервью? А давайте. Я после мастер-класса и ликбеза, проведенного Натальей, выгляжу очень красиво. А вы не находите меня? Очень, очень тебе идет красота. Глубная помада, тире, для Алики Смеховой. Работа. Для меня это работа. Когда я начинала еще учиться в институте, ничего кроме вот этой коробочки грима ВТО не было. И мы все помним этот запах и помним, как мы сочетали цвета. Тот же красный с синим дает другое сочетание, еще что-то. И одним вот этой палитрой делали все на лице. Но, слава богу, потом действительно появились уже хорошая косметика и так далее. А первый, первый случай, самый первый раз, первый раз, когда вы использовали губную помаду, вы помните такую лирическую подробность? Конечно, я помню эту подробность. Все девочки пробуют помады своих мам. Но вот этот, так как я еще застала советское детство, я, конечно, помню вот этот запах преследует меня до сих пор, вот этих прогорклых старых помад. Но так как ничего не было, никто это не выбрасывал, и они как бы лежали долго. И жуткие совершенно цвета, ну и качество тоже. А когда-нибудь приходилось сталкиваться с некачественной, с помадой, разочаровавшей вас? Какой-нибудь печальный случай? Есть биография? Ну, конечно, когда приходится где-то бывать не только в Москве, а в каких-то местах, вдруг надо что-то как-то, и не везде есть качественная помада и вообще любая косметика. Это бывает. Вы по прошествии времени обнаруживали, что она некачественная? Ну, как сразу можно понять. Но вы же есть продоруба, вы же возвращали, небось, с последствиями для того, чтобы купить. Но я же не обязана... Нет, а, вы имеете в виду купить? Да, да. Я-то не сталкиваюсь с прилавком, я сталкиваюсь с тем, что меня все время красят, что-то делают. У меня какая-то другая история. С прилавком вот давно этого не было. Сегодня, когда вы направлялись к нам в гости, вы из каких соображений выбрали этот цвет? Ну, так как я знала, что речь идет о помаде, я решила, что она должна быть какая-то помада, чтобы ее было видно. Ее видно, Алика, видно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Далее. Итоги лабораторной экспертизы покажут, в какой помаде меньше всего свинца. По содержанию свинца один из самых низких показателей среди исследованных образцов. А еще вы увидите, сколько губной помады мужчины и женщины съедают за свою жизнь. АПЛОДИСМЕНТЫ Ранее. Союз потребителей Росконтроль отправил на экспертизу пять марок губной помады. Эйвен, Мэри Кей, Кики, Арифлейн, Фэнел. Какая из этих марок самая стойкая и безопасная? А в какой больше всего свинца? Сейчас мы узнаем итоги лабораторной экспертизы. Настало время передать бразды правления Александру Борисову. У него только строгая, выверенная и точная информация насчет губной помады. Дамы и господа, оглашение итогов лабораторной экспертизы. Александр Борисов, Росконтроль, представляет. АПЛОДИСМЕНТЫ Губная помада Эйвен. Достоинства. Безопасная, хорошие органолептические показатели, высокая стойкость. Недостатки. Содержание свинца выше, чем у остальных образцов, однако значительно ниже максимально допустимого уровня. Не обладает увлажняющим действием, как заявляет производитель на своем сайте для данного товара. Через трое суток после использования помады влажность губ снизилась на 9%. Это товар с замечаниями. Продолжаем разговор. Уважаемые эксперты, и у нас сразу вопрос к вам. В заявлении Александра Борисова от лабораторной экспертизы мы услышали. Губы сушатся, да, на 9% менее влажные. Насколько это критично? За счет чего они сушатся? Все увлажняющие кремы, они в принципе и направлены на иссушение. Какой механизм? Все увлажняющие кремы способствуют тому, что влага из здоровых нижних слоев ткани выводится наверх, к мертвым, к сухим слоям ткани. И поэтому от всех увлажняющих кремов в принципе происходит дальнейшее обезвоживание. Все увлажняющие кремы именно на этом механизме построены. Поэтому ничего странного и удивительного в этом нет. Говори, говори, говори. То есть получается, что увлажняющая помада наоборот сушит губы? Получается так, что ли? Она не заявлена была как увлажняющая, она заявлена, видимо, как стойкая помада, потому что она оставила больше всех поцелуев. И то, что в этой помаде содержатся специальные вещества, которые этот пигмент на губах держат, способствует тому, что помада сушит губы. Но я могу сейчас точно определенно сказать, что в тренде всегда свежие, пухлые, увлажненные губки. Если еще 5000 лет назад в Египте, когда появилась помада, в моде были тонкие губы, то сейчас женщины говорят о том, что нам нужна увлажненность. Все мои пациенты приходят с жалобой на то... Нам нужна увлажненность и объем. И объем, и увлажненность, да. Но объем объему рознь, дорогие друзья. Поэтому яркие цвета, они, конечно, подчеркивают пухлость и красивость сексуальности этих губ. Но не надо забывать о том, что стойкие помады регулярно использовать не рекомендуется, потому что потом вы будете ходить к косметологу, и мы вам будем этим помогать. В этой помаде больше свинца, чем в других образцах. Скажите, это правда, что свинец специально не добавляется с красителями? То есть свинец в красителях красных не содержится? Совершенно верно. Микроколичество, конечно, содержится. Считается так, по требованиям технического регламента, там, где есть натуральные продукты, там определяются тяжелые металлы. Таковы требования международные. Натуральными в красках являются в основе воски. Если раньше использовали пчелиный воск, то в связи с его высокой аллергенностью сейчас уже никто не использует. Так, а что было в воске? Можно я договорю? Да, конечно. В воске используются корнаобские, от слова корнаоба, это сорт пальмы с листьев, которые соскребают этот воск. И канделильский тоже с пальмы, и с кактусов. И вот оттуда и могут быть те небольшие количества свинца, которые и обнаруживаются. Микроколичество есть и в красителях, но в восках чуть-чуть побольше. Так, у производителей, Владимир, вы хотели возразить, делайте это сейчас. Я не возразить, я не большое уточнение. Спасибо большое эксперту. Он совершенно точно сказал, что никогда в жизни, начиная с 1968 года, когда было запрещено применение свинца в красителях, свинец в красителях пищевых не применяется в качестве красящего агента. Только оксиды железа и двуокис титана. Лена, Елена. Полностью согласна. Свинец как компонент помады не используется уже много десятков лет. И один вопрос. Вот те поцелуи, которые я вымолил под руководством маэстро у девушки Дарьи, вот здесь на мне это не поцелую, а свинец? Нет, на вас поцелую красной помадой. Это оксид железа, Атар, успокойся. Это не свинец, но оксид железа. А всем моим ведом меня еще и свинцом целовали, я думаю. Атар, послушайте меня. Аксидом железа. Атар, послушайте кандидата физикам и матерических наук. Если вы пропишете спектр этой помады на Макс-спектрометре, то вы увидите вот такой пик касторового масла, еще там пики поменьше, поменьше, а свинца вы в этом спектре не увидите. Не увидите. Ну что ж, и замечательно, мои дорогие. Но не зря мы так тщательно разбираемся в безопасности губной помады. Потому что, казалось бы, ну что такого? Мы наносим ее на губы, да? Женщина ее использует каждый день. Но изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год, в течение всей своей жизни женщина использует губную помаду. Атар, как ты думаешь, сколько за всю жизнь женщина съедает этой губной помады? Могу сказать, наверное, много, но не имею ни малейшего представления о цифрах. Ни малейшего. Но сейчас я тебе покажу, насколько много. Давайте посмотрим, сколько действительно помады съедает среднестатистическая женщина за свою жизнь. Как вы думаете, сколько здесь помады? Ни много, ни мало 5 килограммов. Именно столько, то есть тысячу тюбиков среднестатистическая женщина использует за свою жизнь. Но, к счастью, не всю помаду съедаем только мы, женщины. Мы делимся ею с мужчиной. И как ты думаешь, Атар, сколько ты помады съедаешь? М? Ну, сейчас я тебе покажу. Ну-ка. Ах, значит, она... Она... Она скормила мне столько помады? АПЛОДИСМЕНТЫ Здесь примерно четверть этого количества. 250 тюбиков. Но это за всю жизнь, Атар, за всю жизнь. А у меня... Пока ты съел... Пока ты съел половину. Мне предстоит еще половину вот этой? Да, да, еще половину. И поэтому, дорогие мои, мы так тщательно сегодня разбираемся с качеством и безопасностью губной помады. АПЛОДИСМЕНТЫ Дамы и господа, продолжаем оглашение итогов лабораторной экспертизы. Александр Борисов, мы вам внемлем. Александр Борисов, Росконтроль. Прошу вас. Губная помада «Фенол». Достоинство. Безопасная. Высокая стойкость. Покрывает равномерным слоем с первого раза. Обладает незначительным увлажняющим эффектом. Недостатки. Неудовлетворительные органолептические показатели. Прогорклый призапах. Высокие, хоть и находящиеся в пределах норматива, кислотное и карбонильное числа. Это показатели окислительной порчи продукта. Ввиду того, что помада имеет признаки недоброкачественности, это черный список. Уважаемые эксперты, в этой помаде экспертиза обнаружила прогорклый запах и наличие недоброкачественных уже прогорклых жиров. Вот насколько это критично? Правильно ли мы сделали, что отнесли ее в черный список? Я согласна с тем, что губная помада не должна иметь прогорклого запаха. Это уже свидетельствует о том, что начался процесс окисления жиров, который входит в состав губной помады. Ну и насколько это критично? Вот если вдруг мы возьмем и будем использовать эту помаду, мы же ее купили за деньги. Мы не захотим расставаться со своими денежками, решим ее использовать. Ну, во-первых, когда мы приходим с вами в магазин, мы обязательно должны ее понюхать. На отсутствие этого прогорклого запаха. Как только вы его почувствовали, сразу откладывайте смело этот товар в сторону. Это уже свидетельствует о том, что продукт не соответствует установленным требованиям. Уважаемые эксперты, вы наверняка сами тоже ходите в магазины. Ведь мы работаем в магазине, пробуем тестер, а покупаем запечатанный тюбик. Нам никто в магазине не дает сейчас скрыть помаду. Мы пришли домой, вскрыли помаду, она прогорклая. За всю жизнь ей придется, возможно, вообще 5 килограммов недоброкачественной помады съесть, если я не научусь ее выбирать. Я тебе очень этого желаю. Что с ней будет с моей, с нашей Зинушкой, если она слопает столько помады? Что будет с ней? Любая потребительница, когда идет в магазин, она должна обратить... Что с ней будет, если она съест столько помады? Уважаемые эксперты, ну неужели вы сами не ходите в магазины? Ну, я хожу, я беру тестер, еще раз говорю. Тестерам все в порядке. Обращайте внимание на дату производства губной помады. Можем ли мы пользоваться такой помадой? Может быть, да и бог с ними, с прогорклыми жирами, и бог с ним, с черным списком программы «Естественный отбор». Я потратила энную сумму денег, и я думаю, ну и потерплю этот прогорклый запах в конце концов. Но буду пользоваться на работе, когда муж меня не целует. Может быть так? На самом деле это недопустимо, потому что есть сроки годности продукции. Это во-первых. Во-вторых, изменение органолептических свойств продукта может привести к тому, что эта помада может вызвать нежелательные явления у вас, такие как сухость губ, как хиэлит воспаления, либо аллергическую какую-то реакцию. Пожалуйста, давайте закроем эту тему. Уже про некачественные жиры. Нет, если вам так нравится именно эта помада, которая прогорклая, Но в конце концов вымажите этот чубик. Там всего 4 грамма. С вами ничего не случится, пока вы его вымажете. Но в следующий раз не надо ее покупать. Вот простой выход из ситуации. Далее. Итоги лабораторной экспертизы марок Кики, Ари Флейн и Мэри Кей. Именно по этим признакам недоброкачественности это черный список. Ингредиенты губной помады, которые входят в состав губной помады, они натуральные и съедобные. Как, впрочем, и вся губная помада. Ваша. Внимание! Аттракцион века! Ранее. Союз потребителей Росконтроль отправил на экспертизу 5 марок губной помады. Эйвен, Мэри Кей, Кики, Ари Флейн, Фэнел. Марка Фэнел оказалась в черном списке. Эйвен в списке товаров-замечаний. Осталось узнать итоги экспертизы марок Кики, Ари Флейн и Мэри Кей. Каким помадам удастся пройти естественный отбор? Дамы и господа, мы продолжаем оглашение итогов лабораторной экспертизы. Надеюсь, все последующие марки, буди они занесены в черный список, не вызовут такого родственного сострадания со стороны моей напарницы. Оглашение итогов лабораторной экспертизы. Александр Борисов. Росконтроль. Ну что ж, продолжаем. Губная помада Кики. Достоинство. Безопасное. Покрывает равномерным слоем с первого раза. Обладает средней стойкостью. По содержанию свинца один из самых низких показателей среди исследованных образцов. Недостатки. Помада не обладает увлажняющим действием. Однако на своем сайте производитель указывает о том, что помада смягчает губы. В результате испытаний отмечено снижение их влажности и ощущение сухости. Имеет незначительный прогорклый призапах. Ровно по этому основанию помада Кики это товар с замечаниями. Вы остались из тех, кто не слышал приговоры в отношении себя. Приговоры я употребляю с известной долей условностей. Елена, ну скажите по-человечески после того, что здесь произошло товар с замечаниями, только а там вообще по ГОСТ вы не беспокоитесь нисколько? Нет, я не беспокоюсь. Вот же человек непрошибаемый. А Владимир? Я, конечно, беспокоюсь. Что-то незаметно по вам. Мы на самой финишной прямой. Александр Борисов очень любит спортивную терминологию. И я воспользовался этой и его страстью. Мы на финишной прямой. Лена и Владимир вовсе не на йоту не беспокоятся. Александр, настал ваш черед. Губная помада Мэри Кей. Достоинство. Безопасная по микробиологическим показателям и содержанию токсичных элементов. При этом обращаю внимание. Самое низкое из всех образцов содержание свинца и мышьяка. Ртуть не обнаружена вообще. Обладает незначительным увлажняющим эффектом. Недостатки. Стойкость помады низкая. Неудовлетворительные органолептические показатели. Неприятный прогорклый призапах. На поверхности отмечен выпад. Высокие, хоть и находящиеся в пределах норматива, кислотные и карбонильные числа. Это показатели окисленной порчи продукта. Именно по этим признакам недоброкачественности помада Мэри Кей. Это черный список. Мы вручаем вам протоколы лабораторных испытаний. В них написано все то, о чем говорил сегодня Александр Борисов. Он озвучивал результаты лабораторной экспертизы. Вы вправе с ними ознакомиться, все это проверить. Контрольные образцы все еще находятся в лаборатории. Мы передали вам бумаги. Но до того, как я передал бумаги, вы слышали какие-то очень страшные слова с экрана. У вас есть по пунктам какое-то возражение от того, что прозвучало там? Да, у меня есть возражение. Я хочу с полной уверенностью заявить, что вся продукция Мэри Кей, которая продается на территории России и всего Таможенного Союза, прошла все необходимые проверки и получила все необходимые сертификаты. Елена, извините, пожалуйста, что я вас перебиваю. Но ведь это было когда-то, во времени, это было несколько месяцев, возможно, назад, может быть, несколько лет назад вы проходили исследования, получали все эти сертификаты, о которых рассказываете. Мы говорим об этой партии. Вот как вы считаете, откуда в конкретной этой партии, которую анализировали для программы «Естественный отбор», вот такие плохие показатели? Откуда они? Может быть, это сырье пришло некачественное? Может, условия хранения в магазине? Что это? Ну, здесь про магазин речь идти не может, так как компания Мэри Кей – это компания прямых продаж. Соответственно, покупатель, приобретая продукцию, может сразу же с ней ознакомиться, и если ему что-то не нравится, он может ее, а, не приобретать, и, б, он ее впоследствии, в течение определенного срока, может вернуть. То есть компания Мэри Кей берет на себя такую ответственность. Относительно партии хочу сказать следующее. Вся продукция проходит многоступенчатый контроль. Входной контроль, когда проверяются все ингредиенты перед производством формулы. Далее многочисленные тестирования в процессе создания формулы. Елена, извините, что опять-таки перебиваю. Вы все о создании, о разработке рецептуры, о производстве. Да, я сейчас подойду к самому интересному. Я подойду вот к этому вопросу. Елена, у губной помады срок годности какой? У помады срок годности три года. Возможно, изначально на заводе все так прекрасно, как вы говорите, но за три года в торговой сети на складе при продажах что-то происходит. Жиры прогоркают. Может быть такое? Может быть, консервант вы используете? Магазина здесь нет, склада как такового нет. Так как дистрибьюторы приобретают продукцию напрямую в компании, на складе компании поддерживаются все необходимые температурные режимы. Вероятно, тот образец, который был приобретен, он уже в процессе нахождения у вас подвергся каким-то повышенным температурным режимам. Я дистанционно не могу об этом судить. Также препрогорклость, это также может быть персональное восприятие. Подождите, а выпад? Там говорилось о том, что на поверхности помады уже есть жировой выпад. Да, то есть идёт нарушение мультии. Допустим, это не является нарушением. Выражаясь технологическим языком, идёт синерезис. Так может быть, стабилизаторы-эмульгаторы неэффективны? Может быть, антиокислители? Это я так подсказываю, на всякий случай. И антиоксиданты в достаточном количестве. Уважаемые эксперты, что вы можете сказать? Я тоже скажу. Вы что-то хотели сказать? Я в защиту хочу сказать тоже. Во-первых, у нас есть требования, которые установлены в наших национальных и межгосударственных стандартах. Поэтому говорить о категоричном, наверное, чёрном списке, здесь не совсем уместно. Если мы с вами проводим сравнительный анализ, это один момент. Но говорить сейчас, что продукт плохой, он некачественный и так далее, если мы смотрим, что это в пределах установленных норм, то продукт соответствующий... Подождите, про горклый запах, уважаемые эксперты. Вы какие-то понимаете нашим и вашим всем спрятым. Подождите, вы мне сами говорили, про горклый запах недопустим. Вы мне говорили, про горклый запах помады и вкус недопустим. А сейчас вы говорите, да ничего страшного. Про горклый запах, ради бога. Здесь у нас звучало несколько другое. Про горклый при запах. То есть чувствуются какие-то внешние нотки, но это не конкретный про горклый запах. Так он забит отдушками, конечно, он немножко чувствуется. Для этого и добавляют в состав помады отдушки, чтобы не было чувства неприятного запаха. Чтобы вы не чувствовали запах прогорклого жира? Нет. Сырья. Косметического сырья. Потому что запах косметического сырья, он может быть не совсем приятен. И для того, чтобы потребитель... Натуральные компоненты имеют запах. Что бы вы сказали в данной ситуации тем, кто любит вашу продукцию и тоже считает это несправедливым? Пожалуйста. Продолжать пользоваться продукцией и быть уверенным в ее безупречном качестве. Вот теперь мы выслушаем оценку, касаемую Орифлейма. И я хотел бы, чтобы ее озвучил Саша Борисов. Будьте любезны. Губная помада Орифлейм. Безопасная. Покрывает равномерно слоем с первого раза. Субъективно имеет приятный вкус и запах. На губах во время использования не отмечалось неприятных и некомфортных ощущений. Обладает увлажняющим эффектом, как и обещает производитель. Недостатки. Умеренная стойкость помады. Второе место среди протестированных помад по содержанию свинца и мышьяка. Однако их содержание значительно ниже предельно допустимых значений. Но не это главное. Главное, что это качественный товар. Качественный товар! Вы прошли естественный отбор, мой друг. И на всякий случай бумаги. Дело в том, что ингредиенты губной помады, которые входят в состав губной помады, они натуральные и съедобные. Как, впрочем, и вся губная помада. Ваша. Внимание! Аттракцион века! Вот это да! Я могу? А я могу и ту продукцию? И ту тоже. Мэри Кэй. Конечно. Я буду жевать Мэри Кэй. Правильно. И со строгами. И на щеках и внутри будет одна и та же помада. Откройте меня. Откройте мне. Первое правило старого помадодела. Я старый помадодел не только по возрасту, но и по опыту работы в этой области. Я почти 15 лет делаю помады. Оно гласит следующее. Не бойтесь дешевых помад. Я слово дешевые в данном случае беру в кавычки. Это не те помады, которые в подземном переходе за 50 рублей продаются. А помады, произведенные уважаемыми производителями с мировым именем, с соблюдением стандартов качества. Если вы среди их линейки найдете дорогие и помады подешевле, не бойтесь покупать подешевле. А вы знаете, Владимир, наша программа, она славится конкретностью. И вот не надо, вот знаете, вот так вот вилами по воде. Дешевая и дорогая. Это какие? А я не знаю цен. Нет, знаете. Вы знаете, не кривите душой. Знаете. Помилуйте, я на производстве работаю. Вот у нас в 4 часа, 5 часов назад закончилась смена, с которой я уехал. Я варю помады. Я их делаю. Я непосредственно человек с производства. Я знаю цены. Дешевая помада от 150, качественная, от 150 рублей и дальше. Совершенно верно. А дорогая помада от 800, от 800, 900 рублей и дальше. Вот, ответ получен. Оказывается, главный совет сегодняшней программы. Дешевая помада не значит плохая, а дорогая не всегда значит качественная и безопасная. Смотрите программу «Естественный отбор». Экономьте свои силы, время и деньги. И выбирайте проверенное нами. Александр Борисов. Общие итоги программы. Будьте любезны. Осталось подвести только общий итог, что сегодня «Естественный отбор» прошла одна марка помады. Это помада «Арифлейм». Еще две марки «Эйвон» и «Кики» стали товарами-замечаниями, но ими все равно безопасно пользоваться. Ну и две марки помады попали в черный список. Огромное спасибо, Александр Борисович. Огромное спасибо организации «Росконтроль». Всяк приходящий к нам достоин пиетета и уважения за самый разговор, за самый факт разговора. Это уважение моему «Мэри Кэй», «Арифлейм». Большое спасибо отсутствующим. Не то чтобы я призываю к стыду их, но ведь этот разговор мог и при вашем участии еще более интересным быть. Программа «Естественный отбор» благодарна каждому участнику и каждому, кто смотрел ее. Дорогие мои, я думаю, что сегодняшняя программа была для вас настоящим блокбастером. И вам было действительно интересно наблюдать за всем, что мы для вас делали. Ну а если все-таки вы пренебрегаете нашими советами и нарываетесь периодически на фальсификат или подделку, и вам продают испорченный, некачественный товар, вы от этого страдаете, не молчите. Напишите нам. Наш электронный адрес – отборсобакатвц.ру. Мы ждем ваших писем. До встречи. Ваши близкие достойны самого лучшего. Выбирайте товары, которые прошли экспертизу Росконтроля. Молочные продукты, хлеб, яйца, колбаса, все, что есть в вашем холодильнике, мы уже проверили на портале росконтроль.рф. Огромное всем спасибо! Спасибо, 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 спасибо. Увидимся на телеканале ТВ-центр.